Всем привет, с вами Жора и сейчас будет кое-что интересненькое. Ну а перед началом этого видео немножечко статистики. В среднем человек смотрит 50 фильмов в год, это если брать один фильм в неделю. А вот в Яндексе люди ищут слово фильм более 200 миллионов раз в месяц. Как вы понимаете, фильмов существует в мире огромное количество, а вот отыскать качественный, хороший довольно проблематично. Поэтому сегодня я составил для вас список из 5 крутых качественных фильмов, которые получили много наград, призы зрительских симпатий. В общем, эти фильмы должны понравиться буквально каждому. Перед началом этого видео подписывайся на канал, ставь лайк и погнали! Первый фильм, который я очень рекомендую тебе посмотреть, называется «Запах женщины». Сюжет начинается с того, что студенту Чарли нужны деньги, он ищет подработку и находит довольно выгодное предложение. Нужно присмотреть за полковника в отставке. Эту работу предоставляла семейная пара на время выходных. Чарли приезжает по назначенному адресу и начинает знакомиться с семейной парой и с полковником Фрэнком. Фрэнк его, мягко сказать, принял не очень так себе, как бы поступил бы и с новобранцами. Но что уж делать. Чарли нужны деньги, поэтому после такого неприятного знакомства он решает остаться. После отъезда семейной пары оказывается, что полковник не собирается оставаться дома и у него какие-то свои грандиозные планы на этот уикенд. Он собирает свои чемоданы, вещи и отправляется в Нью-Йорк. Чарли, полностью не зная его плана, летит с ним. И тут-то начинается полный расхалбас, так сказать. Полковник Фрэнк, приезжая в Нью-Йорк, начинает жить там на широкую ногу, позволяя себе все, что можно и все, что нельзя. И в конечном счете получилось так, что путешествие двух совершенно разных, потрясающе непохожих двух людей изменило их жизни навсегда. Отличный фильм, буквально на века. И, как вы понимаете, неспроста он находится на первом месте. Далее на втором месте идет фильм «Белая Масаи», который был снят на реальных событиях. История начинается с того, что девушка по имени Королла отправляется в Кению путешествовать вместе со своим парнем. Кстати, они из Швейцарии. По приезду туда они идут на вечеринку и веселятся, танцуют. Тут взгляд Короллы падает в сторону, и она видит масайца, воина, который одет на национальные одежды. И она по уши сразу в него влюбляется. Потом она все, она влюбилась по уши и просто отказывается выезжать из этой страны. Каково же было удивление, когда Лемелиан, так зовут этого масайца, ответил ей взаимностью. И в скором времени они поженились. А поженились они тогда, когда Королла и Лемелиан полностью уехали, в общем-то, в деревню, где родился и жил Лемелиан всю жизнь. Через несколько лет совместной жизни Королла рожает дочь. Естественно, от Лемелиана. Но тот не верит, он ее очень сильно ревнует, буквально каждому столбу. Не выдержав этого давления, напора, то есть там крики были, что ты мне изменяешь, что ты мне изменяешь, там с тем столбом и с тем столбом. Не выдержав этого, Королла принимает решение уехать с дочкой в другую страну. Необычный фильм, как мне кажется, подойдет больше для девушек. Хотя, знаете, мне он тоже очень сильно понравился, поэтому его по-любому нужно посмотреть и просто сделать свои выводы. Но посмотреть его нужно обязательно, потому что эта история реально была, фильм снят на реальных событиях и просто захватывающая кинолента, от которой никто не останется равнодушным. Далее у нас идет фильм под названием «Тайна». Фильм по большей части состоит из интервью известных личностей и деятелей личностного роста, бизнеса, фэн-шоя, медицины, богословия, эзотерики, психологии и так далее. На протяжении всего фильма эти люди излагают основные философские принципы, которые следует, в общем-то, придерживаться, чтобы чего-то в жизни додобиться. Кто-то хочет добиться в жизни успеха, кто-то хочет карьеру, кто-то хочет просто жить, как жить, детей растить, там, в садик водить. В общем, люди рассказывают в этом фильме о том, как преобразить свою жизнь, как взять ее вот так вот и управлять ею. Не пускать все это на самотек, а быть капитаном своего корабля. Этот фильм снят в спокойной обстановке и не напряжен, то есть ты можешь сесть и смотреть его, не напрягаясь. Информация, которая в нем повествуется, сказана легкими словами о сложных вещах. Кстати, хочу рассказать один факт. В общем, сначала сняли этот фильм, а потом уже написали книгу по этому фильму. Она у меня есть. Вот она. Секретик. Секрет. Ронда Берн. Кому интересно, можете приобрести. Хотя, не нужно. Посмотрите фильм, который идет полтора часа, называется «Тайна», о котором я только что рассказывал, и книгу можете эту не читать. Далее идет фильм, в котором раскрывается тема переселения душ, и называется он «Кафе де Флор». Хочу сразу сказать, что фильм очень сложный для восприятия, по крайней мере, мне он очень сложно удался, потому что я не смотрел даже его описание перед просмотром. А вам я сейчас чуть-чуть там наводочки дам, и вы сразу поймете, о чем будет идти речь. В этом фильме параллельно повествуются две истории. Первая в современном Монреале, которая проходит, а вторая в Париже конца 60-х годов. Сильно много, в принципе, о фильме рассказывать не буду, потому что хочу сохранить вам интригу, чтобы вам было интересно смотреть. Скажу только то, что эти две истории оказываются невероятно связаны между собой. Скажу вам, смотрите, в Париже конца 60-х годов там главную роль играет мальчик, сын и женщина, которая является его матерью. А в Монреале, в современном, эти два человека, кто были в Париже 60-х годов, в Монреале сейчас, это муж и жена оказывается. Просто фильм очень интересный, никого не оставит равнодушным, и эмоции вы реально получите незабываемые, будете еще советовать своим знакомым и друзьям. Завершает нашу пятерку интереснейших фильмов кинокартина под названием «Колония Дигнидад», которая была тоже снята на реальных событиях. Лента рассказывает о молодой паре, фотографе и стюардессе, которые оказались в эпицентре переворота в Чили в 1973 году. И случается так, что они попадают в колонию Дигнидад, это лагерь строгого режима, который крышуется секретной полицией в Чили. Которая, в общем-то, сделала этот лагерь, чтобы уничтожать людей, всячески пытать их, унижать и проводить пытки. В общем, когда я смотрел этот фильм, я ни на секунду не мог отлипнуть от экрана, потому что невероятно захватывающая история, мурашки каждые 10 минут и переживания за актеров, переживания, а смогут ли они выбраться, а как, ну, в общем, очень интересная картина на реальных событиях. Самое главное, что, блин, ну это реально было и просто нужно о таком знать. Общественный резонанс делает свое дело и эта история достойная, чтобы о ней знало много людей. А какие интересные фильмы знаете вы? Напишите, пожалуйста, в комментарии внизу. Надеюсь, это видео тебе понравилось и ты нашел какой-нибудь подходящий для себя фильм. Ну, а на этом все. Большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, обязательно пиши название любимого своего фильма в комментарии. Ну, а я увижусь с тобой в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok